Ну вот мы с вами и добрались до последнего выпуска из серии «Битва брендов» в категории «Карандаши для бровей». Для меня это, конечно, был очень интересный эксперимент, потому что снимала я, получается, каждый день, и как-то для меня эта серия пошла налегке, и я надеюсь, что вам тоже она понравилась, и с какой-то там периодичностью, там раз в месяц-полтора, я смогу ее повторять. Но опять-таки здесь все зависит от того, как вы воспримите эту серию, насколько она вам понравится. Если вы без понятия, о чем я только что говорила, и вы впервые зашли на это видео, и вообще узнали об этой серии, то добро пожаловать в «Битву брендов». Я для этой битвы выбрала категорию «Карандаши для бровей», и каждый день с понедельника по пятницу выходили видео, где мы тестировали новый бренд карандаша, и сегодня вот уже пятый бренд будет участвовать в этой битве, и в понедельник, то есть в следующем видео, мы уже подведем итоги, кто же делает самый крутой карандаш для бровей. Более подробно обо всем я рассказываю в первом выпуске, поэтому я вам под буквой «I» оставлю первый выпуск, обязательно его посмотрите, и даже в конце видео я оставлю плейлист со всеми видео, которые уже вышли на данный момент. А сейчас я уже предлагаю начать тестирование нашего последнего претендента. На закуску я сегодня припасла тоже, как мне кажется, довольно такого интересного участника, а именно Vivienne Sabo, это новый карандаш, который называется Brow Arcade, и этот карандаш сейчас чуть ли не поголовно хвалят все блогеры и сравнивают его с Анастасией Верли Хиллс и прочими вот такими вот тоненькими карандашами, и я очень рада, что я его включила в битву брендов, потому что мы не просто сделаем на него обзор, а мы его еще и сравним со многими другими. Итак, по фактам, я взяла оттенок 0,3, также карандаша здесь 0,1 грамма, и для такого вот очень тоненького автоматического карандаша это, в принципе, довольно стандартный вес, и где он сделан, я вот вам вот прям с точностью не могу сказать, потому что единственное, что здесь написано, это производитель Vivienne Cosmetics Paris, Франция. И, в общем-то, для меня это остается загадкой, то ли он сделан тоже во Франции, то ли это просто производитель во Франции, а где они его сделали, они не указали, ну, вряд ли вообще, поэтому будем считать, что он сделан во Франции. С одной стороны, здесь довольно маленькая, кстати, щеточка, наверное, одна из самых маленьких, которыми мне только приходилось пользоваться, и она достаточно жесткая, очень хорошо прочесывает бровь, по крайней мере, мое такое первое впечатление, и сам карандаш, его здесь, ну, вот столько, и по, кстати, внешнему виду, что-то он мне кажется каким-то очень серым. Надеюсь, он не такой серый, как вот на первый вид, но третий оттенок, по идее, светлым не должен быть. Предлагаю его испытать. Не знаю, то ли это связано с тем, что карандаш новый, но он достаточно твердый, тоже один из, наверное, таких самых твердых карандашей, которыми я пользовалась. Может быть, это из-за того, что он вот-вот-вот только я первые штрихи начала делать. Видите, вот очень тоненькие можно им делать штрихи, но в брови такое впечатление, что эти штрихи превращаются просто в пудру, что ли. Ну, то есть нет каких-то рисованных вот штрихов, а вот просто остается заполнение, и я не вижу, вот куда я наносила карандаш, а куда не наносила. То есть, что я пытаюсь сказать, что выглядит очень натурально. Такое впечатление, что я вот сейчас вот поделала-поделала много штрихов, но мне как будто даже особо и растушевывать нечего. Ну вот, посмотрите, по-моему, для нерастушеванной вообще ни разу брови выглядит очень хорошо. Вот просто вообще супер выглядит. И сейчас я хочу немножко прочесать. Слушайте, мне пока вот прям очень нравится, что я вижу, потому что это из всех карандашей, по-моему, максимально натуральный карандаш, то есть он действительно делает очень мягкий такой вот эффект, и при этом с ним вообще не нужно практически возиться. То есть вот так вот пару штрихов поделал-поделал-поделал, и все вот как бы вот на тебе получи брови. И что касается оттенка, по-моему, оттенок тоже отличный, потому что здесь он в карандаше именно выглядит таким светло-серым. И я думаю, не-не, пожалуйста, не надо мне серые брови. Но при растушевке в самой брови я вижу, что он очень хорошо подходит и под цвет моих волос сейчас, и в принципе с моими волосками на бровях тоже он никак не конфликтирует. Ну вот просто мне даже нечего делать. Вот я даже не знаю, что вам еще добавить. Очень правдоподобно, что это моя настоящая бровь, что я не нарисовала ее чем-то, какими-то косметическими продуктами. Давайте я сейчас делаю вторую, и мы с вами уже перейдем к оценкам. Я уже закончила обе брови, и пока что только у меня положительные впечатления, но давайте переходить к оценкам, чтобы все было более конкретно. Что касается цвета, то здесь я посмотрела всего в линейке 4 оттенка, и в отличие от всех остальных карандашей, в принципе, эти 4 оттенка я бы могла назвать очень удачными, потому что первый там очень светлый, вот действительно, такой вот ближе уже к блонду, такому песочному, ну чуть темнее, конечно, чем песочный, но очень-очень светлый карандаш, чего не было практически нигде из предыдущих карандашей. А потом идет второй оттенок, типичный такой, вы знаете, для блондинок, у которых свои брови темные, то есть такой светло-серый, талповый вот такой вот оттенок. Третий тот, который сейчас на мне, он и не рыжит, и не холодит слишком сильно, то есть он очень такой вот нейтральный, коричневый, и дальше идет максимально темный, уже который для жгучих брюнеток. Поэтому если исходить из того, что было выбрано 4 оттенка, то эти 4 оттенка, они из них выжали просто максимум. Мне здесь очень хочется поставить оценку 5, но я понимаю, что, возможно, это немножко несправедливо, потому что я так цеплялась ко всем предыдущим, а здесь уже как-то как поблажку пытаюсь сделать. Ну, я поставлю 4, но подсознательно это 4 с плюсом. Что касается нанесения, то вы, собственно, все видели, абсолютно беспроблемное нанесение, очень легкое, очень натуральный эффект получается от этого карандаша. Я здесь ставлю однозначно 5, здесь даже никакой речи другой быть не может, потому что это один из самых таких вот легких в нанесении карандашей среди всех, кого мы уже тестировали. Что касается дизайна, то здесь у меня, опять-таки, абсолютно не к чему придраться, мне очень нравится, как выглядит этот карандаш. Очень удобная щеточка, и я не знаю, то ли она у меня немножко с браком, она чуть-чуть как будто загнута, совсем буквально чуть-чуть, но вот то, что она загнута, это даже делает удобным более прочесывание бровей. Может быть, это у меня брак, а может быть, они все так чуть-чуть загнуты, но, в общем-то, мне очень нравится, как выглядит карандаш. Мне нравится, что он такой небольшой, все в нем хорошо, поэтому тоже однозначно 5. Стойкость этого карандаша я, конечно же, сейчас оценить не могу, но я вам показываю сейчас кадры, как выглядел этот карандаш в начале дня и как он выглядит в конце дня. И также вы на экране увидите мою оценку. Как видите, у нас последний выпуск, это такая вишенка на торте, потому что действительно этот карандаш очень хороший претендент на победу. Но что касается моих финальных итогов, то в понедельник выйдет видео, там, где я буду подводить итоги по всем карандашам, мы будем вспоминать, смотреть, как выглядел один, второй, третий, как держался, какие между ними плюсы и минусы. Я сделаю такое финальное видео с подведением итогов, и мы там уже определим, кто же все-таки делает самый крутой карандаш для бровей. А на этом я буду заканчивать видео. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот. Внизу в уголочке я вам оставлю плейлист со всеми видео, которые уже вышли из рубрики Битва брендов. Обязательно посмотрите, если вы что-то пропустили. И у меня, в принципе, все. Увидимся с вами в понедельник, в подведении итогов.